О, ребята, привет! С вами снова мы, Чижанна Маришка, с нами Макс Корж, это прямое включение с Дэнгеймс. Мы реально в корень счастливые вместе с Максом Коржом, потому что мы находимся, во-первых, на море, во-вторых, у нас здесь вкусные фреши, в-третьих, здесь прекрасная погода, прекрасные люди. Сегодня вечером концерт Макса Коржаев. Вот через несколько часов, правильно, Ван? Да, 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 и очень много медуз, это нормально, на самом деле. Но ты все равно искупался. Ну так, зашел быстренько и назад. Ну ничего, я думаю, это закаляет мужскую сталь. У нас басик есть, бассейн. Бассейн, попрыгаешь, да? Ну, а уже попробовал что-то или нет? Медуз. Не, 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 я имею в виду спорт, спорт. Нет, еще ничего не пробовал. Понятно. Ну, сейчас ребята будут готовиться, в общем-то, не будем вас задерживать, потому что сидеть на колесах. Вот, на чем могу и постоять. Ладно, я пошел. Спасибо. Классного концерта. Атонь, вот видите, на самом деле, твойский парень очень. Настолько со всеми здоровается, со всеми общается, просто со всеми фоткается, никому не отказывает. Вообще. А помимо этого, у нас сейчас должно быть интервью с Коресником, что он самый крутой по фристайл-мотокроссу. И сейчас они уже показали некоторые флипы, он делает бэк-флип, да, бэк-флип, это его как бы конек, но, возможно, и не только этот конек, потому что сейчас ветер, мы не видим. Ребята все равно готовятся, вечером, возможно, будет круче. Сейчас проходит соревнование по болдерингу. Да, мы там еще не были, но наш специальный корреспондент Александр Каленко снимает это сейчас и рассказывает, что ему нравятся очень цветные, замечательные, слепкие. И штучки, по которым можно лазить, оставлять там свои ногти, можно оставить там маникюр, а еще потренировать выносливость. Ну да, на всякий случай, вдруг пригодится, полазить по горам. Вот, а еще здесь сейчас происходит просто подготовка клюса ко всему, что будет происходить вечером, да? А что, а, вечером у нас будет происходить просто ночная жизнь. Виа ППС пригласили нас лично на серп-кэмп, сегодня они будут зажигать там спол. Эти ребята играют в хиты 90-х, 80-х, самый рок, самый рок-н-ролл, самая жесть, короче. И поэтому с ними никогда не скучно. Да. И мы придем, наконец-то, снимем ночную жизнь, потому что до этого у нас не выходило с чемпионки. Да, только получалось поучаствовать в ночной жизни. Да, получалось. В любом случае, если вы где-то по пути, и все-таки после наших прямых включений решили поехать на Dead Games, то мы вас ждем, если увидите нас, бежите к нам, мы всем, мы раздаем всем такие вот наши брендованные браслеты, которые светятся ночью, и наших живых музыкальных людей видно на всей территории Dead Games, и это приятно. Вот, как всегда, напоминаем, что завтра мы в 12.30 надеемся как огурчики. Какими мы бы ни были, мы бы вышли в боевые фирмы. Да, и мы бы за этот вечер, надеемся, что будет снова жарко, как каждый день на XZ Games, опять вам принесем самые свеженькие эмоции вот так на блюдечке, как сейчас. Ой, какие девочки! Жаль, что вы не видите, тут такие девочки в туалет пошли, они все в оранжевых юбочках, в стрингах, такие... Мы иногда с Мариной Грин думаем, почему мы не парни, да? Хотя тут парни еще более сочные, они раздеваются, без крюсов бегают, покупаются. Мы сегодня видели одного атлета, куча ряло. Да, без крюсов совершенно, он хромал. Мы спешили к вам на эфир, но мы остановились и минуты три просто посмотрели, подуспокоились, а потом бежали. Как у Милашка-милашка. Как у Малы Андерсон, вот так вот к вам бегом, чтобы успеть выйти в прямой эфир, как сейчас. Да, и ловили восхищенные взгляды. В принципе, сейчас тоже ловили, когда мы проверяли связь и спрашивали, нормально ли все, Чувак прошел мимо и сказал, да, нормально, нормально так, все нечеток сзади. Ну, мы надеемся, что у вас все там нечеток и сзади, и спереди, и в душе, и снаружи. Обнимаем вас вот так и увидимся. До скорого нового влечения.